Фанаты «Наследников 2» обнаружили в фильме несколько пасхалок, которые большинство зрителей просто не заметило. И сегодня мы расскажем вам о них. Сцена с прической Малл Не секрет, что прическу Малл постигли глобальные изменения по сравнению с первым фильмом. Из блондинки она превратилась в носительницу ярко-пурпурной гривы. Свой злодейский макияж она наводит в салоне Леди Тримейн. Этот салон специализируется на многих видах работы, в том числе макияже и прическах, а работает в нем Дизи Тримейн, внучка Леди Тримейн и дочь Дурселы, злой мачехи и сводной сестры Золушки, соответственно. Нет никаких сомнений, что Дизи – талантливый стилист. Но знаете ли вы, что сцена, в которой Иви восхищается новой прической Малл – импровизация от начала и до конца? Дав Камерон выложила в твиттер фото своей новой внешности, и ее коллега по экрану София Карсон была так впечатлена новым имиджем, что решила симпровизировать и внести в фильм пару новых фраз. Можно только порадоваться их дружбе. Дочь Рапунцель Многие фанаты рассуждали о потенциальном появлении дочери Рапунцель по имени Розель Ангселин в грядущих фильмах о наследниках. Согласно фанатской теории, она – дочь Рапунцель и Юджина Фицебера. По мнению фанатов, она все-таки засветилась в фильме, хоть и не на первых ролях, а в массовке третьей справа на заднем плане. Была ли это она? Ну, никому, кроме истинных ярых фанатов, это неизвестно. Один из фанатов даже написал в твиттере, что хотел бы, чтобы ее роль исполнила Оливия Холт. Этот фанат зашел настолько далеко, что составил карточку принцессы с изображением актрисы. Оливия Холт известна своей спортивной формой и ролями в фильмах Диснея. Фанаты буквально кипят разговорами в ожидании, когда она окажется в роли диснеевской принцессы. Похожая на нее блондинка часто мелькает на заднем плане, что дает основания предполагать, что Ангселин появится таки в третьей части. Но сыграет ли ее Холт, неизвестно. Где Одри? Вы помните принцессу Одри, дочь спящей красавицы? В фильме она издевается над Мал и ее друзьями, когда они появляются рядом. Но кто может обвинить ее в этом? В конце концов, Малефисента, мать Мал, уложила мать Одри в кому на сто лет. Однако в конце первого фильма они становятся подругами. Разве нет? Так куда же она делась во второй части? Как мельком объясняется, дочерью феи крестной в фильме Одри, которую сыграла Сара Джеффри, уехала на отдых на спа-курорт с подругами. Чарльз Чарминг тоскует из-за того, что Одри бросила его, и названивает ей по телефону, предлагая прилететь и спасти ее. Но за все время мы не слышим ее голоса и не видим ее лица. Увидим ли мы ее в третьей части? Но она точно есть в мультсериале, где ее озвучит все та же Сара Джеффри. Так что вполне возможно, что она появится в следующем фильме. Может, она просто проспала всю вторую часть, подобно матери? Мать Мал все еще ящерица В первом фильме мать Мал была уменьшена до размера любви в своем сердце. К сожалению для Малефисенты, которую сыграла Кристин Дженовет, она превратилась в маленькую нелепую ящерицу. К началу второго фильма она все еще была маленькой, злобной, пыхтящей ящеркой в клетке возле кровати Мал. Но въедливые фанаты заметили одну деталь. В конце первого фильма Малефисента превращается в фиолетовую ящерку, а во второй части, когда Мал берет ее из клетки и садит в коробку, ящерица уже зеленая. Значит ли это, что она все еще сохраняет магическую силу и способна менять цвет? И почему рядом с клеткой закреплена надпись «Не кормите мою маму»? Это потому, что она все еще злая и может кусаться, или постарается использовать любой шанс, чтобы избавиться от маленького нелепого тела. В конце концов, она достаточно настырна, чтобы пытаться захватить мир, даже будучи ящеркой, запертой в коробке из-под карандашей. Однако один вопрос остается открытым. Останется ли Малефисента ящерицей навсегда? Или воспрянет как главная злодейка? Джей – настоящий сын Алладина? Многие фанаты считают, что Джей – сын Алладина, что не лишено логики. В мультфильме Алладин крал все, до чего мог дотянуться. А ведь точно так же поступает и Джей в начале фильма. Джафар, который считается отцом Джея, считает Алладина уличной крысой. И самая жестокая месть, которую он только мог устроить для Алладина – это украсть самое дорогое, что у него есть – сына. Алладин, украв хлеб, тут же раздавал его голодным детям и заставлял Абу свою обезьянку делать то же самое. Джей же является образцом доброты и щедрости, прямо как Алладин. Он верит в честность и не остановится ни перед чем, чтобы помочь своим друзьям. Согласно информации, полученной от фанатов во второй части, должен был присутствовать удаленный впоследствии персонаж – Азиз, сын Алладина. Был ли он удален для того, чтобы Джей мог оказаться потерянным сыном Алладина? Интересный поворот сюжета. Знаки и картинки Все видели надпись над входом в салон «Леди Тримайн» с завивкой покраской, где Дизи сооружает прическу для мал. Но видели ли вы небольшое изображение часов с подписью «Закрыто до полуночи»? Очевидно, «Леди Тримайн» держит у себя запасную хрустальную туфельку, чтобы примерить на посетителя. Однако это не всё. Похоже, многие злодеи переквалифицировались в работников быстрого питания. Вы можете прикупить китайские еды у лидера армии гунов. Да, теперь злейший враг Мулан, Шан Ю, торгует лапшой. Аид, главный злодей из Геркулеса, продаёт сувлаки со слоганом «Из преисподней». А чего стоит плакат «Чувствуете себя счастливым»? Выход есть. Видимо, город недостаточно мрачен, иначе эта контора точно бы разовилась. В Аурадоне есть великолепные витражные окна, присмотревшись к которым, можно увидеть любимые сказочные пары из старых мультфильмов. Красавицы и чудовища – Джон Смит и Покахонтас. А теперь и образы Мал и Бена заняли своё место среди легенд. Это Люмье? Поднимите руку, если разглядели в Котильоне Люмье. Если это так, то вы очень внимательный фанат. Люмье – разумный канделябр из «Красавицы и чудовища». Ах, разве можно забыть этот французский акцент? Именно он со своими источающими огонь золотистыми руками танцует в мультфильме вместе с чайником и чашками. В фильме он также присутствует, но уже не в виде разумного канделябра, а как Геральт Котильона, всё так же сияя с золотом и серебром. А его французский акцент отлично слышен при разговоре с Мал. Есть и другая отсылка к «Красавице и чудовищу». Когда Мал при встрече с Беном наколдовывает сэндвичи, запечённые гнёзда, мясной рагу и пудинг, Бен благодарит её за то, что она угощает его теми же блюдами, какими миссис Поттс угощала его мать в классическом мультфильме. Похоже, по событиям мультфильма скучает и отец Бена, бывший когда-то чудовищем. Похоже, у них с «Красавицей» не всё гладко. Отсылки к классике Правило «Яблочко от яблони» очень хорошо работает в «Наследниках». Дети классических злодеев зачастую похожи на своих родителей, как, например, дочь крёстной феи Джейн, которая обожает тыквенный пирог. Вспомните-ка, из чего была создана карета для Золушки. Гилл, сын Гастона, поёт практически ту же песню, что и отец. Но вы знаете, нет никого ловчее Гастона, нет никого быстрее Гастона и нет шеи толще, чем у него. Кроме того, все наследники в фильме сохраняют цветы и основные черты своих родителей. Карлос носит чёрное, белое и красное, прямо как его мама Круэлла де Виль. Джей, прямо как его отец, не расстаётся с головным убором. Иви носит классические красно-синие цвета своей матери злой королевы. Цвет платья Умы точно такой же, как тени на глазах её матери Урсулы. И, конечно, Малл хранит пурпурные цвета Малефисенты. Но наиболее впечатляющий момент – это превращение Умы в осьминога, подобное её матери. После этого мы узнаём, что Малл, подобно матери, способна превращаться в дракона. И вот что теперь интересует фанатов. Способен ли Бен, подобно отцу, превращаться в зверя? Внезапная знаменитость Урсула, морская ведьма из «Русалочки», приходится матерью Уме из «Наследников 2». Её появление легко пропустить, так как видно её несколько секунд, и то в виде одинокого щупальца, который чуть не хватает Уму и её команду в баре «Урсулас фиш энд чипс». Но вы точно не угадаете, кто озвучивал Урсулу. Это не кто иная, как легендарная юмористка Вупи Голдберг. В числе прочего, она же озвучивала Шонди в «Короле льве» и ещё такое большое количество ролей, что в 2017 году удостоилась звания «Легенда Дисней». Она озвучивала «Король льв 1.5», «Снежная пятёрка», «История игрушек 3» и «Маппеты». Удивительно маленькая роль для звезды такой величины. Значит ли это, что у Урсули уготована куда более серьёзная роль в «Наследниках 3»? Нам не терпится услышать её новую потрясающую работу. И не забывайте, что Ума сказала в конце фильма. Вы же не думаете, что это конец истории?